Разъяснительная работа – это единственный, по словам специалистов теплоэнерго, достаточно эффективный досудебный способ борьбы с должниками. Только в том случае, если с неплательщиками все-таки удается поговорить с глазу на глаз. Застать должников дома даже вечером в нерабочее время не так просто. На контакт неплательщики идут неохотно. И даже домкомы, которые зачастую знают, кто и как живет в каждой из квартир, делают вид, что их нет дома, хотя за дверью отчетливо слышны шаги. В этом доме по улице Рост за тепло и воду некоторые потребители задолжали больше 50 тысяч рублей. В категории злостных неплательщиков оказываются не только пенсионеры, малоимущие или неблагополучные семьи. Вот в этой квартире, судя по ремонту, с деньгами не так плохо. Но долг скопился приличные 25 тысяч рублей. А хозяин этого дома недоплатил за тепло и горячую воду больше 15 тысяч. Ну а что же не оплачивать? Шесть месяцев долг. 17 тысяч? После таких визитов, говорят в теплоэнерго, дело сдвигается с мертвой точки. Сложнее приходится с теми должниками, кто просто бросает квартиру и уезжает на длительное время. «Квартира разделена на три части. И вот за одну часть она платит за себя. А те в Канаде живут, те не считать нужно вообще. Ни с квартирой никакими делами, ничего с ними делать». Ещё одна головная боль теплоэнерго – это квартиросъёмщики. Зачастую в квартире без счётчиков прописан один человек, а на деле проживают два и больше. Итог – общедомовой перерасход горячей воды. «Квартиранты. Застать их крайне сложно. А собственник где-то непонятно где. Для того, чтобы с таким должником отсудиться, нам необходимо запросить федеральную службу регистрационную, чтобы выяснить собственника, его данные. И если он ещё окажется иногородним, то это ещё усложняет и сводит к минимуму выигрыш в нашу пользу». Впрочем, разъяснительная работа – это самый первый метод борьбы с должниками. В случае, если он не сработает, теплоэнерго готова пойти и на более жёсткие меры. Это отключение должникам воды и канализации, и даже выселение неплательщиков из муниципальных квартир.